Добрый вечер! Давно или недавно мы, Таня, виделись, с кем-то давно не виделись, сказали, неловко будет читать о всяких бедах, но, к сожалению, начинается вот такая вот у меня тема, начало о житейских некоторых неврядицах, что ли. Добрый вечер! Когда иные отступили, тот, кто познал несчастье путь при жизни, обретает крылья. Спасибо большое! И еще одно, Таня, если можно, да? Конечно, конечно. Как вам удобнее, как вы хотите? Жаркица. Жаркица песен не поет, она сияет. Не блесток фальши, не в лучах прожекторов. Жаркица каждого на прочность проверяет, скрывая свой бесценный дар от дураков. Жаркица перьев не топорщик, это глупо, удел павлинов любоваться напускным. Из индюков и петухов тарелка супа, цена людская, мимолетной красоты. Жаркица больше, чем мечта. Она легенда. Одно перо ее ценнее тысяч звезд. Она подарит яркий свет. Лишь на мгновение, чтоб снова сотням смельчаков искать ее. Спасибо. Спасибо большое. Такого-то повеселее-то почитать, наверное, да? Ну, если уж мы про усыгнув... Ой, если мы с вами говорили, да. Усыгнув, да. Тань, ты знаешь, я вспомнил, тут про мальчика в пальто было, я вспомнил про курточку. Я тоже о ней сразу вспомнила. После волос в носу, я думаю, можно. Как она сказала, усы в носу. Здесь какие-то волосы. Не есть ли они, а даже усы в носу. Говорилось, да? Вообще потрясно. В общем, мне кажется, по курточку было бы здорово. Да, да, курточка! Нет, давай я попозже поищу, потому что я так ее не помню. А ты ее помнишь наизусть? Нет. Вот, так и я не помню. Стихи о стихах. Прости меня, поэзия моя. Что время перемен тебе досталось. Что в суматохе будничного дня твое величие поистрепалось. Поэтов нынче трое из двоих. Слова терзать все жаждут непременно. О мелочах, о глупостях мирских, что ныне у толпы имеют цену. Утерян слов. Высокие слова у низменного сброда не в поворе. Но верю я, поэзия жива, покуда солнце светит над землей. И вот тоже стихотворение актуальное о стихах, опять же, после того, как приходишь, целый день чего-то там вкалывал где-то. Абсолютно на каком-то несвязанном с творчеством занятии, работе так называемой. И у каждого работа такая своя. И при всем при этом мы находим время для творчества. Мы нынче не поэты. Подпевалы. Строители. Вахтеры. Пастухи. Век нынешний не успеваешь в малом. А уж тем паче составлять стихи. Вот и родятся. Недосочинения. Обрывки мыслей. Недоборы чувств. Чувства, что гаснут в забытии через мгновение. Что не коснутся ни сердец, ни уст. Потуги творчества временщиков нелепы. Как детский лепят первые шаги, что не заставят в сами человека без личного усердия расти. Слова пусты. Из суеты возникнут. В мелькании жизни канут в суету. И лишь те зерна в душу к нам проникнут. Что из души, из глубины растут. Просто после этого стихотворения, ну, я обычно заканчиваю. Она настолько сложная, что может быть вообще закончилась. Да, да, да. Случайно, да. Чего прочитать два стихотворения. И третье. Вот оно как отдельно. Зурбаган. Родился, чтоб дышать красотой твоей. И совсем новое стихотворение. Я, как ни странно, думал его прочитать для Анатолия. Я туда новое тоже прочитаю. Отлично. По малодушию или трусости, желая ли угодить другим, Мы перестали зваться русскими, узрев пожарищ в грозный дым. И с сердцем можно жить искусственным, и зваться именем иным. Но если предки были русские, к лицу ли тебе быть не таким? Народам, впрочем, поклонения, незнания своих корней. Когда былые поколения рождали в свет богатырей. Когда сияла слава русская, которой не укрыть ничем. И нынче, хоть и свечкой тусклую, горит она во тьме ночей. И негасима, искра вечная, что в поколениях и годах Нас из зверя очеловечила, прославив Русь в своих сынах. Придет с годами понимание, сколь сердце ложью не круши, Что русский — это не название, а состояние души. Ну, раз уж у просит. Крутяшка. Да, тут просто была про мальчика, да, там, в пальто. Да. Вот, представьте себе, тоже вечер такой, ну, правда, осень. Город окутали сумерки. В старом дворе тишина. Мальчик гуляет на улице. В курточке цвета говна. Что за дебилы родители, так одевать пацана? Видят в окошко все жители курточку цвета говна. Ярким пятном выделяются руки, живот и спина. Мухи раями слетаются к курточке цвета говна. Так без друзей и товарищей бродит весь день до темна. Не покупайте, пожалуйста, курточки цвета говна. Браво.